Подготовка к торжественному мероприятию началась за несколько часов до праздничного построения. Площадь у Зимнего театра на время была перекрыта для движения обычного транспорта, ведь на дороге выстроились в ряд машины ДПС, Тигр и Бронетранспортер. В традиционном параде, который является неотъемлемой частью празднования, пройдут показательные выезды техники спецподразделений, полиции и ОМОН. Вот этот действующий БТР уже участвует в параде на протяжении 10 лет. Эта военная машина участвовала в спецоперациях на Северном Кавказе. Этот бронетранспортер не раз становился лучшим укрытием для бойцов, ведь он может не только поражать цель на расстоянии до полутора километров, но и легок в управлении. Андрей Максимов за рулем БТРа уже шесть лет, говорит, машина похожа на КАМАЗ, двигатель такой же. Вот только кузов другой и характеристики боевые. Плавает, проходимая очень, как бы броня хорошая. Она, как обычно, как прикрытие идет, то есть бойцы за ней идут, допустим, что-то штурм идет, за ней бойцы прячутся, или взламывание домов, ворот. В спецоперации по защите и обеспечению безопасности в стране – обыденная работа для органов внутренних дел. Каждый из них, будь то участковый, сотрудник дорожно-патрульной или постовой службы, офицер, стоит на страже порядка. Даже в свой профессиональный праздник они верно несут службу. В парадной форме и строгой выправкой сотрудники полиции принимают поздравления от руководства и мэра города. Почетные грамоты за многолетний труд и безупречную работу получили более 800 сотрудников каждого из подразделений. Лучшие были отмечены знаками почета и отличия, а четверо участковых получили ключи от квартир. В динамично развивающемся городе, в городе, который стал круглогодичным курортом, в городе, где в течение года проходит более 200 событийных мероприятий, служба очень тяжелая, напряженная у наших сотрудников полиции. И они с этим достойно справляются. И считаем, что улучшение бытовых условий создадут более комфортные условия для их семей, а это даст возможность еще лучше работать с сотрудниками полиции и служить нашим горожанам, нашему городу. Сразу после поздравительной части военные внутренних войск и полицейские прошли по площади парадным строем. Вслед за ними колонной проехала и спецтехника, а бойцы ОМОН провели традиционные показательные выступления по задержанию опасных преступников. Брошенная газовая граната способствует задержанию преступников. Спецоперация выполнена. После чего все желающие могли познакомиться с вооружением и сфотографироваться на БТРе. Завершилось мероприятие праздничным концертом в Зимнем театре.